Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Добро пожаловать на передачу фестиваль Манны, я ее ведущий Перри Стоун. Я нахожусь на западной стороне Иерусалима, слева от меня стены города, а справа Гехена или Гехеном, что значит долина Яном. Это слово использую для описания ада. Во время Иисуса здесь была свалка, но сейчас мы не об этом. Учитывая то, сколько здесь интересного, мне тяжело сконцентрироваться на чем-то одном. Это город, из которого Иисус Христос будет править на протяжении одной тысячи лет, как говорит 20 глава Откровения. Это будет тысячелетнее Царство Господа Иисуса Христа. На прошлой неделе я начал учить о памятной книге. Я хочу вкратце изложить суть для тех, кто пропустил тот выпуск. Книга Малахии говорит, что на небесах пишется памятная книга о тех, кто боится Господа, кто свидетельствует о нем, кто служит и боится его имени. Люди часто обращаются ко мне, когда хотят получить ответ на пророческие вопросы. Они говорят, «Перри, как ты считаешь, во время Вознесения отправится ли на небеса каждый, кто называет себя христианином?» Это непростой вопрос. В книге Откровения 7 и 8 главе говорится о людях, которые выйдут из великой скорби, убили в своей одежды в крови Аганса. Также в 6 главе говорится о мучениках, которые погибли за свидетельство Господа Иисуса Христа. Да. Многие читают фрагменты из Откровения и на их основании предполагают, что Церковь пройдет через скорбь, и что христианам либо придется принять метку, либо им отрубят голову. Но если мы читаем книгу Откровения целиком, то в 11 главе, в середине, мы видим бэму, или судилище на небе для тех, кто боится Господа. Мы снова слышим эту фразу из Малахии для пророков и слуг Божиих. Это бэма. Мы должны быть на небесах, а не на земле, когда это наступит. Это 11 глава Откровения. А когда мы читаем другие места, то сказано, что эти люди убелили свои одежды в крови агнца. Это означает, что их одежды были грязными. Иисус говорит, что наши одежды должны быть чисты, а лампы гореть. Через минуту я расскажу вам, почему я считаю, что важно, чтобы ваше имя было в книге памяти. Тогда во время Вознесения вы подниметесь вместе со святыми Божиими. Очень важно, чтобы вы поняли те слова, что я скажу. Я понимаю, что эти слова могут показаться спорными. Возможно, мне будут писать из-за них. Но я хочу, чтобы вы выслушали меня, потому что это важно. Надеюсь, вы готовы. Итак, Вознесение Церкви — это благословение для тех, кто был верен Господу. Я повторю это снова. Вознесение Церкви — это когда Бог благословляет человека за его верность. В притчах мы узнаем о верном слуге и о неверном слуге. Один исполнял волю Господина, а второй — нет. Иисус сказал, чтобы мы молились о том, чтобы нас почли достойными, чтобы избежать этих вещей и предстать перед Сыном Человеческим. Если бы каждый, называющий себя христианином, вознесся, то зачем говорить «молитесь, чтобы вас почли достойными»? Зачем тогда призывать нас соблюдать и молиться, чтобы этот день не застал нас врасплох? Зачем тогда предупреждать о пресыщении, о пьянствовании и других вещах, потому что вы можете пропустить возвращение Господа? Я хочу показать вам другое измерение. Я ощущаю, что Дух Святой хочет, чтобы я поделился этим с людьми. В книге Откровения церковь не обозначается греческим словом «экклесия» после 3-й главы. Ее нет с 4-й по 22-ю главу. Но во 2-й и 3-й главе мы видим 7 церквей. Эти 7 церквей существовали во время, когда апостол Иоанн писал «Апокалипсис» «Книгу Откровений». Это были доминирующие церкви в больших городах. Мы видим церковь в Фиатире, в Лаодике, в Смирне, в Эфесе, в Сардисе, мы и так далее. Если исследовать то, что Иисус сказал этим 7 церквям, то мы увидим, что он упрекнул 5 церквей. Одной церкви он дал повеление, а 5 церквям, которые он упрекнул, он повелел покаяться. Если они покаются, их ждет благословение. Другим, двум церквям, он дал повеление и сказал о том благословении, что они получат за верность им. Обратите внимание, потому что я хочу показать вам нечто интересное. Если вы прочитаете вторую и третью главы Книги Откровения, то найдете слово в нашем переводе, которое звучит как «побеждающий». Господь говорит первой церкви «побеждающему». Второй говорит «побеждающему». Третий также говорит «побеждающему». И так всем семи церквям. Он говорит «побеждающему». После того, как он говорит «побеждающему», Господь дает благословение, которое вы получите, если пребудете в побеждающем состоянии. Одно из благословений побеждающего звучит так, «не изглажу имени его из книги жизни». Я говорю вам это неспроста. Все семь благословений. Власть над народами, доступ к дереву жизни, белый камень. Во времена римлян это были камни, которые давали борцам и спортсменам, которые одерживали победу. Эти камни давали им доступ ко всему городу. Вы можете получить все эти благословения, согласно Библии, если будете побеждающим человеком. На греческом слово «побеждающий» на самом деле означает «невероятного победителя». Это тот, кто прыгнул выше себя. Это тот, кто пробежал гонку, финишировал, победил мир, плоть, врага, дьявола. Я хочу вернуться к тому, о чем говорил ранее. Вы должны быть победителем, согласно второй и третьей главе Откровения, чтобы получить обетование, которое Иисус обещал Церкви, а именно «побеждающим». Через минуту я вернусь к Малахии, третьей главе. Вы должны понять, что Вознесение Церкви — это особое событие. Второе пришествие Христа со святыми и армиями небесными в Иерусалим — это событие, которое увидят все. Но в Вознесении Святых к Нему отправится лишь часть, а другие останутся. Почему же так? Потому что они не вели жизнь победителя. Согласно книге Откровения, есть группа людей, которые знают Библию и готовы к пришествию Господа. Сказано, что если бы управитель дома знал, когда придет господин, то подготовился бы и не был бы захвачен врасплох. Управитель дома — это глава. «Будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоться вместе. Одна возьмется, а другая оставится». Это никак не связано с битвой за Армагеддон, как проповедуют некоторые. У нее будет метка, а та, что без метки, возьмется. У меня нет времени учить об этом, потому что у меня есть целое учение о том, что один возьмется, а другой останется. Слово «возьмется» — это то же слово, что Иисус использует, когда говорит, «Я приму вас к себе». Это пришествие Господа, когда один берется, а другой оставляется. Я хочу вернуться к пришествию Господа во время Вознесения. Оно будет для тех, кто верно служил Богу. За верность есть награда. Есть награда за то, что вы идете в Дом Божий. Даже когда вам не хочется за чтение слова, когда вам не хочется, за рассказ людям о Христе, за страх перед Ним, за все это, безусловно, есть награда. И когда мы окажемся убимы на судилище Христовом, как говорится в Откровении 11 главе, то нашей наградой будет спасение от периода скорби. Я покажу вам некоторые стихи из Писания в переводе Короля Иакова. Там говорится, «Они будут моими» — «в тот день, который я соделаю или соберу свои драгоценности». Слово «драгоценности» 25 раз появляется в Ветхом Завете и в основном означает какое-то ювелирное изделие. Золотое кольцо или золотую цепочку. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими», — говорит Господь Савауф, «собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему». Еврейское слово, стоящее в оригинале, означает «богатство» или «особое сокровище». Иначе говоря, что драгоценно для Бога, его особое сокровище. А кто является Божиим особым сокровищем? Об этом мы можем прочитать в книге Исход, 19 главе, 5 стихе. «Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом, или особым сокровищем, из всех народов, ибо моя вся земля». Далее в 134-м псалме, 4 стихе, говорится, «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою». Или в качестве особого сокровища. В Ветхом Завете особым сокровищем Бога был Израиль. Но давайте попробуем найти особое сокровище в Новом Завете. Мы читаем во 2-м послании Коринфянам, 4 главе. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы в земных сосудах являемся Божиим сокровищем». Мне нравится, что Петр сказал в своем 1-м послании, 2-й главе, 9-м стихе, «Новый род избранный — царственное священство. Народ святой, люди взятые в удел, особые люди, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Давайте посмотрим еще раз. «Люди, которые рассказывают о Христе, служат Господу, доверяют Ему. Это Его особое сокровище». И таких два вида. В Ветхом Завете Израиль называли особым сокровищем, а в Новом Завете это церковь. В книге Откровения сказано, что именно церковь, состоящая в большинстве из язычников, поднимется, чтобы встретиться с Господом, а потом отправиться к Биме. Откуда нам это известно? Семь церквей в Асии находились на территории язычников. Эфес, Смирна. Все они были в Малой Асии. Это не означает, что в собрании не было иудеев. Они были. Но большинство составляли язычники. Мы видим, что язычники, которые положились на искупительное дело Иисуса Христа, поднимутся на облака. Но в книге Откровения мы читаем о 144 тысячах иудеев, на которых будет печать Божия. Они пробудут некоторое время на земле, а потом, как говорит 14 глава, поднимутся на небесный Сион. Итак, у нас есть Израиль, 144 тысячи избранных, они вознесутся, но это не церковь. Верующие, члены глобальной экклесии, церкви, также будут вознесены. Все это произойдет в разные промежутки времени. Будет вознесение святых и вознесение иудеев 144 тысяч. А двое свидетелей, которых убьют, тоже воскреснут и вознесутся на небеса. Это будет в Иерусалиме. Будет несколько вознесений, ну, если можно так сказать. Мы думаем, что вознесение будет лишь для церкви, но будет еще 144 тысячи. Если их призовут с земли на небесный Сион, они вознесутся. Я хочу показать вам кое-что. Господь говорит, что если ваше имя будет в памятной книге, то вы будете его, когда он соберет свои сокровища. Я хочу спросить вас кое-что. Когда он соберет свои сокровища? Его сокровища — это его особый народ. Я объяснял вам значение этого слова. Когда же он заберет их? Он заберет, когда пошлет Мессию назад. Первое послание Фессалоникицам, 4 глава, 16-17 стихи. Также первое послание Коринфянам, говорит об этом, 15 глава. Послание Ефессианам, 1 глава. Сбор, уход — это все синонимы события, когда мертвые во Христе воскреснут, чтобы встретиться с Господом на облаках, а живые изменятся в мгновение ока, чтобы быть с Господом на небесах. Вот в чем суть. Зачем он собирает драгоценности? Он собирает их для того, чтобы пощадить их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. Это означает, что воля Божия состоит в том, чтобы пощадить большой остаток людей, которые поверили Ему, служили Ему, следовали за Ним. «Памятная книга». Это книга, в которую записывают имена тех, кто давал, молился и искал Бога верно. Я приведу вам пример памятной книги из Нового Завета. Кто-то скажет, а об этом, что говорится в Новом Завете? Конечно. В Деяниях 10 главе с 1 по 4 стих рассказывается о человеке по имени Корнилий. Ангел Божий пришел к нему и сказал нечто. Это был итальянец, язычник. Он не был иудеем. Но ангел сказал, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Молитвы Корнилия отмечались на небесах, как и его милостыни. Мы видим здесь слово «память». Это означает, что на небесах есть книга, в которой Корнилий был отмечен как праведный человек, как тот, кто верил в Господа и Его Слово. Он был язычником. Благодаря этому, когда наступило время Его благословений, Бог вспомнил его из-за его молитв, образа жизни, посвящения и милостыни. Я хочу, чтобы вы поняли суть. Как я уже говорил, из третьей главы мы переходим ко дню горячей печи. Дню скорби. Далее мы видим явление Ильи. Бог говорит, «У меня есть книга на небесах». И если вы будете побеждать, следовать за Мною и служить, я отмечу ваше имя в этой книге. Время от времени он смотрит в эту книгу и посылает особое благословение, потому что вы даете, молитесь, рассказываете людям о Христе. «Ну разве это не чудесно?» Это не должно провоцировать религиозные дебаты и злость. Нет. Это чудесно. Это говорит о том, что если я верен, то Бог запишет мое имя в книге на небесах. Он будет смотреть в нее и говорить, «Пора благословить Перри и Пэм. Пора благословить Джона и Аманду. Пора благословить Оусяай. Пора благословить мой народ». И мы получаем благословение за то, что мы были верны Богу в малом. Господь сказал, чтобы мы были верны в малом, и тогда Он поставит нас над многим. Мы должны быть победителями. Мы должны стремиться к этому. Библия говорит, «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Это не лучший перевод, но суть такова. Царство Божие продвигается благодаря людям, «И тот, кто будет настойчив, войдет в Него». Очень важно, чтобы человек понимал, что верность Господу оправдается в итоге. Иисус идет за невестой без пятна и порока. Он идет к тем, кто ищет Его. Он идет к тем, кто верит в Его пришествие. Я хочу добавить еще одну вещь. Это предупреждение. Будьте осторожны. Если вы говорите, что не верите в Вознесение, то будьте осторожны. Лучше говорить так. Я не знаю, верю ли я в Него, но я надеюсь, что это правда. Я не знаю, верю ли я в Него, но если оно будет, то я молюсь, чтобы оказаться в числе Вознесенных. Если вы откроете послание к евреям, то прочитаете о неверии Израиля. Сказано, что они не смогли войти в обетование из-за неверия. И это предупреждение вам. Не позвольте неверию в сердце отделить вас от Бога Живого. Если вы не верите в то, что Бог может спасти вас, вы не спасетесь. Если вы не верите, что Бог может освободить вас от привычки, вы не освободитесь от нее. Вам нужна вера. Без веры угодить Богу невозможно. Если вы говорите, что не верите в Духа Святого и другие проявления, то знаете что? Вы никогда не переживете этого. Бог не пойдет через ваше неверие, чтобы благословить вас. И вот что пугает меня. Есть люди, которые борются с Вознесением. Вы знали это? Я получаю письма от них. Ты еретик, ты попадешь в ад. Ведь ты учишь о Вознесении Церкви. Если вы не верите Вознесению, то не будете частью его. И вам стоит подготовиться к скорби. Я знаю, что это жестокие слова. Да. И вот почему вам лучше сказать. Я изучаю этот вопрос и еще не принял решение. Надеюсь, что это правда. Будем надеяться на лучшее. Если вы не понимаете, не противьтесь. Бог знает. Но я верю, что на основании всех притч для побеждающих есть особая книга. И когда Он придет, то вы отправитесь с Ним. Все мертвые во Христе, которые на небесах, имеют гарантию, что вернутся с Ним во время Первого Воскресения. А тем, кто будет жив в это время, нужно бодрствовать и молиться, держать одежду в чистоте и огонь в своих светильниках. Все эти места Писания обращены к тем, кто будет жив на тот момент. Друзья, сегодня в Иерусалиме чудесный светлый день. Мы у западной стороны городских стен. Трава зеленая. Здесь 25 градусов тепла. Мы чудесно проводим время с нашими партнерами. Вам стоит как-нибудь поехать со мною сюда, в Израиль. Это одна из лучших наших поездок. Мы включили в нее все, что только можно. Уверен, вам понравится. Умеясь новые, для вас никуда не уходите. Я вернусь через минуту. С удовольствием представляю вам мою новую пророческую программу на DVD «Древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа». В древних катакомбах были найдены удивительные символы в первые три века нашей эры. Эти символы невозможно истолковать без тщательного понимания греко-римской культуры. В этой программе я покажу вам несколько удивительных истолкований тайны возвращения Христа. Также я подробно рассказываю о притчах Нового Завета, указывающих на возвращение Христа. Я объясню удивительные откровения в притче о талантах, а также откровения из притчи о десяти девах, о 153 рыбах. Мы поговорим о том, что скрыто для нас в истории о свадьбе в Кане Галилейской и в притче о нерадивом слоге. В этой программе я говорю о словах, на которые читающие Новый Завет часто даже не обращают внимания. Мы поговорим о трех важных духовных битвах, в которых Дети Божии будут принимать участие в последние дни. Также я добавлю к вашему заказу два уникальных аудиодиска, подрезая ваше семейное древо. Какое непотребство прицепилось к вашему семейному древу? Какие у него ненужные злые корни? Я расскажу вам, как изменить плохие гены в ДНК вашей семьи, используя духовные принципы и духовные законы из Слова Божьего. В своем учении я покажу вам, как связать духов и разорвать негативные циклы в своем роду. Приготовьтесь избавиться от того, что не дает вам приносить плод в вашей жизни и иметь успех. Новая DVD-программа вместе с аудиодисками станет вашей при вашем пожертвовании от 30 долларов и выше. Звоните по телефону, указанному на экране, или сделайте заказ на нашем сайте prestone.org. Вы также можете написать нам по адресу на экране и указать номер заказа PAR130. Это предложение. Действует ограниченный отрезок времени, поэтому звоните нам уже сегодня. Я уверен, этот ресурс вас очень сильно благословит. Дамы и господа, кто смотрит нашу программу, я надеюсь, вы воспользуетесь нашим предложением и закажете наш новый ресурс. В этом году мы сделали две DVD-программы «Апокалипсис. Легкие для понимания» и древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа. Вместе с ним идет аудиодиск, подрезая ваше семейное древо. Необычное название. Вы можете перезарядить вашу духовную ДНК, поэтому будьте благословлены, слушая и смотря эти программы, на подготовку которых мы потратили много часов. Многие сразу после проповеди переключают канал, и в итоге не слышат, куда мы приедем для того, чтобы послужить вам. Итак, коротко наше расписание. Церковь Ассамблея Вест Монро, штат Луизиана. На нашем сайте вы найдете более подробную информацию. Со 2 по 6 октября нас ждет конференция «Главное событие», куда съедутся люди из разных городов. Будет много прекрасных спикеров, и в субботу будет уличный фестиваль. А также я хотел бы объявить грандиозное событие, которое ждет вас впереди. Оно называется «Коулфилдское пробуждение». Молодой евангелист Ник Уолкер из Западной Вирджинии организовывает служение. Оно состоится в конференц-центре округа Беркли-Райли с пятницы по воскресенье 26, 27, 28 октября. Я с нашей музыкальной группой прибуду туда в пятницу вечером. В субботу я буду проповедовать. Также будет служение и воскресенье. Я призываю всех жителей Западной Вирджинии, если вас беспокоит эпидемия наркомании, бедность в нашем регионе, духовный литургический сон, то приходите и боритесь вместе со мной против духовного застоя. Давайте вместе верить Богу, что Он изольет от Духа Своего и принесет пробуждение в Западную Вирджинию. Возможно, на следующей неделе я найду время, чтобы рассказать вам, что случилось с моим отцом перед его смертью, какое Бог дал ему слово. Мы верим, что Бог дарует пробуждение в Коулфилд и в Западную Вирджинию, в Кентукки и Южный Огайо, регион гор Апалачей. Поэтому, пожалуйста, молитесь вместе со мной за это важное служение, которое, к слову, уже не за горами. Конечно, я также скоро поеду в Израиль. Молитесь за благоприятную погоду. Я планирую записать 35 новых программ. Дорогие ходатайи, согласитесь молиться вместе с нами, чтобы у нас была отличная поездка. Не пропускайте наше молитвенное служение по вторникам в Омега-центр в Кливленде. До встречи на следующей неделе. Этой осенью в Омега-центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Пэри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпетнера о прославлении от Линды Лакули. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальная информация на сайте. Не пропустите главное событие этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами.